Футболисты Анжи посетили строящийся духовный центр. Игроки столичного клуба всем составом пришли на экскурсию в духовный центр пророка Исы, мир ему, и приняли участие в строительстве мечети пророка Мухаммада. Подробнее в материале моего коллеги Камиля Девятова. Это первый раз, когда игроки футбольного клуба Анжи пришли на стройку. Гостям рассказали о ходе строительства и провели небольшую экскурсию по духовному центру. Одно из главных, что может сплотить команду, это вот такие мероприятия. Я думаю, что это одно из тех мероприятий, которое реально может команде помочь выбраться из той ситуации, в которой мы находимся. Поэтому все, что можем, делаем. И вот в плане духовном тоже помогаем, да, как можем. Громкие победы и обидные поражения – все это история легендарного махачкалинского клуба Анжи. Но основная победа, как считают сами игроки команды, это прийти и помочь в строительстве самой большой мечети в Европе. Вот пришли всей командой внести свой вклад в такую замечательную мечеть. В Европе одна из самых больших. Как-то свой этот оставить здесь отпечаток. И благое нам будет идти за это, за каждый кирпич. Вот решили всей командой прийти здесь оставить свой след. Добрые воспоминания от экскурсии сохранятся надолго. Игроки Анжи, засушив рукава, потрудились на народной стройке. Грузовик, полный кирпичами, только смотивировал спортсменов на работу. Идея потрудиться всей командой пришла к главному тренеру клуба Артуру Садырову. Мы очень планомерно готовились к этому дню. И, соответственно, вся футбольная команда Анжи, персонал и футбольная команда Анжи, вне зависимости от того, что есть у нас сегодня такая мировая проблема с пандемией, как мы все знаем, да, вот в эти трудные минуты мы хотели бы еще больше сплотиться. И все мы понимаем, все беды, как бы, и все хорошее от Всевышнего Аллаха. Поэтому вот своим этим поступком мы хотим, как бы, и лично нас попросить от Всевышнего, чтобы нас всех оградило от этой ужасной болезни, которая сейчас по всему миру гуляет. И по доброй сложившейся традиции команда Анжи передала эстафету благих дел своим коллегам-спортсменам. Вся команда впервые, впервые, и удивились от этих масштабов в работе. Я думаю, что это не последний визит нашей команды. Ну и, соответственно, хотел бы передать эту эстафету всем командам, неравнодушным нашей республики, ЛФЛ, участникам, так сказать, да, и школе Абдулманапа Магомедова. Камиль Дебятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.